В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. Ровно 79 лет назад в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Нанесла массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Самая кровопролитная и страшная война в истории нашей Родины унесла 27 миллионов жизней советских граждан. Ежеводно в этот день во всех уголках нашей страны люди зажигают свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Присоединились к всероссийской акции Янаульцы. В 4 утра они зажгли свечи в память о своих близких и родных, отдавших жизни за мир и свободу нашей Родины. 22 июня 41 года одна из самых печальных дат в истории России. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой святой долг, защищал в те суровые годы наше Отечество. Сегодня в память о погибших зажглись свечи на всех мемориалах. Такая акция состоялась и у нас. На монументе боевой и трудовой славы молодежь зажгла свечи. Эта акция призвана помимо увековечивания памяти павших в войне способствовать укреплению мира, воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Пусть эта акция будет символом нашей светлой памяти. В понедельник, 22 июня, почтить минуты и молчания подвиг погибших в Великой Отечественной войне смогли специалисты администрации района, представители различных ведомств, руководители предприятий города и района. Они возложили венки к монументу боевой и трудовой славы. Через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. С приветственным словом к собравшимся на митинге обратился глава администрации района Ильшат Воззегатов. 79 лет тому назад фашистские войска вероломно вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война. Война, которая унесла 26 с лишним миллионов жизней. Это голод, разруха, это смерть, которая настигла практически каждую семью, ныне проживающую на территории нашей страны. Беда неимоверная пришла в страну, но наш советский народ, наши люди победили. Мы, россияне, всегда были сильными. И сегодня, конечно, мы, отмечая эти трагические события, должны помнить о наших героях, о тех людях, которые нам принесли мир. 22 июня в Янаульском районе запустили проект «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». Организаторами этого проекта стали партия «Единая Россия» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В нашем районе сейчас проживает шесть фронтовиков. Сегодня к четырем из них выехали мобильные группы и вручили ветеранам сотовые телефоны. Такому подарку и вниманию они, конечно, были рады. Кроме номеров близких и родных, теперь в их записной книжке будут внесены все необходимые номера экстренных служб. В гости к ветеранам заглянули представители партии «Единая Россия», депутаты, волонтеры Победы и социальные работники. «В рамках данного проекта предполагается выдача бесплатных мобильных телефонов с внесенными экстренными номерами для того, чтобы участник Великой Отечественной войны в любой момент имел возможность связаться с необходимыми службами. Обеспечение бесплатной сотовой связи участников войны. Крупные мобильные операторы сотовой связи поддержали идею предоставления бесплатной пожизненной мобильной связи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». Разработан специальный тариф «Ветеран», который включает в себя безлимитную бесплатную связь и 300 смс внутри сети оператора. И также 300 бесплатных минут в месяц на другие операторы. Также предоставляется адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и решения их проблем. И ведется электронная система помощи, которая называется «Тимуровцы». Сегодня и завтра к нашим ветеранам выезжают мобильные группы. Во время посещения участников Великой Отечественной войны мобильная группа будет оценивать условия их жизни, уточняют про имеющуюся потребность и необходимую помощь. Все проблемы, а также сроки их решения будут заноситься в электронную систему «Тимуровцы» и своевременно исполняться. Храмы, мечети и другие культовые учреждения в Башкортостане планируют открыть для верующих 29 июня. Об этом сообщил Ради Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве 22 июня. Глава республики поблагодарил врачей за трудную, но такую важную и нужную работу. Поздравил их с прошедшим Днем медицинского работника, отметив, что торжественные мероприятия в честь профессионального праздника состоятся 26 июня. Руководитель региона также напомнил, что 82 медика из Башкортостана за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, удостоены государственных наград Российской Федерации, в том числе вновь учрежденных ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Те, кто заболел коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, получат сертификаты на отдых и прохождение реабилитации в санаториях республики. Речь идет прежде всего о врачах, социальных работниках, волонтерах, сотрудниках Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Среди других тем оперативного совещания – реализация национального проекта культуры в Башкортостане и республиканской программы ремонта подъездов многоквартирных домов, подготовка к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ради Хабиров подчеркнул, что во время голосования необходимо соблюдать все санитарные нормы. О готовности избирательных участков в нашем районе рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Римма Гафиатулина, сразу после завершения видеоселекторной части утреннего совещания. В течение всего летнего периода проводятся рейды на водоемах Янаульского района. Один из них прошел 20 июня. Главная цель проверяющих – объяснить и предупредить людей, что купаться можно только в оборудованных местах. О том, что входить в воду здесь нельзя, информируют предупреждающие таблички. Но с наступлением жаркой погоды взрослые и дети забывают о мерах безопасности и ищут спасение от зноя в воде. Представители административной комиссии и противопожарной службы республики в этот день побывали на нескольких водоемах. Нарушителей не обнаружили. С начала летнего сезона у нас в республике на водных объектах уже утонуло 51 человек, из них в том числе трое детей. Поэтому хочу обратиться к вам, уважаемые жители. У нас 16 июня этого года аттестован пляж 3,5 километра северо-западнее села Прогресс. Там имеется спасательный пост, и поэтому я призываю вас купаться именно в оборудованных местах. Совещание председателя участковых избирательных комиссий прошло в школе искусств 19 июня. Встреча была посвящена подготовке к общероссийскому дню голосования 1 июля и организации голосования с 25 по 30 июня. Всего в нашем районе 48 избирательных участков, из них 15 расположено в городе, 33 в селах. Перед участниками собрания выступили представители пожарного надзора, правоохранительных органов связи. Каждый мог обратиться с интересующими вопросами. Подготовка и проведение общероссийского голосования идет полным ходом. Мы работаем согласно календарному плану, и по дням у нас расписано, что, когда мы должны делать. Поэтому мы работаем соответственно этому плану. На сегодня были розданы все средства индивидуальной защиты. Мы на сегодняшний день частично раздали уже канцелярские товары, технологическое оборудование. Но раздали еще не до конца. У нас ежедневно что-то поступает. И печатная продукция, и расходные материалы, которые нужны нам в работе. Поэтому эта работа у нас продолжится, наверное, вплоть до 24 июня. Чтобы с 25 июня мы уже начали голосование, общероссийское голосование до дня голосования. Очень прошу наших юнорских избирателей, если кто не может прийти в эти дни и в день голосования, или ввиду болезней, или ввиду не с кем оставить, например, детей, мы просим вас позвонить в участковую комиссию, чтобы вам пришли на дом. И вы спокойно проголосовали. По всем возникающим вопросам звоните, пожалуйста, в территориальную избирательную комиссию, звоните в участковую комиссию. У нас уже началась раздача приглашений на выборы. Вся необходимая информация для участников голосования там имеется. Но если уж возникли вопросы, пожалуйста, звоните. Номер телефона территориальной избирательной комиссии 54888, а номера участковых избирательных комиссий имеются в газете. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры предоставлены. 24 июня ожидается переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Ветер западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21 градус. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24 градуса. База оптовых цен «Находка». Тысяча спецпредложений в одном месте. Янаул, Лермонтова, 10 и новый магазин по адресу Ленина, 11Г. Айда на открытие 20 июня. Докторская Сосново-Борская, 99,99. Тушка-Цыпленка, 99,99. Срок акции до 12 июля 2020 года. 26 июня в полдень в Янауле нашествие низких цен в связи с открытием большого магазина сети «Домострой». Широчайший ассортимент товаров для строительства и ремонта. Строй, строй, строй с магазином «Домострой». Открываемся на объездной 17. Строй, 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 строй. Санитарная защита при голосовании. Для охраны вашего здоровья и здоровья ваших близких создаются все необходимые условия. В местах для голосования будут организованы пункт температурного контроля при входе, выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать, дезинфекционный коврик, место для дезинфекции рук, специальные линии и указатели, что обеспечит соблюдение санитарной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении. Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется на расстоянии в развернутом виде. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Принятые меры созданы с заботой о вашем здоровье. Голосовать легко и безопасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова